Всем здарова, с вами Лордскорп, и сегодня у нас на обзоре будет вот такие два офигительных набора по теме военной от вот такой вот непонятной компании. Мне она, честно говоря, напоминает русскую букву Ж и какой-то кирпич. Если кто знает, напишите, я по-другому не могу это прочитать. Значит, от 6 до 12 лет, артикул 96 тысяч, ну, в принципе, да, 28 деталей, 29 деталей. В общем-то, вот такие вот два замечательных наборчика, сейчас объясню почему. Мультери, билдинг-блок сервис. Давайте рассмотрим коробочки. Так, чуть камера не упала, значит, вот так у нас выглядит коробочка, тут у нас солдат держит пулемет и сидит в засаде. Написано «Машинган». Ну, само название, то есть тут все, как бы, представители серии, я бы себе очень-то хотел вот такого генеральчика, потому что у нас тут такая штучка. И, в принципе, можно было бы еще вот этих двоих, они довольно прикольно выглядят. Что ж, ну и рассмотрим вторую коробочку. Тут у нас тоже бравый вояка, в каких-то руинах тоже держит пулемет и отчаянно сражается. Ну, давайте сначала рассмотрим мини-фигурки. Давайте начнем вот, что ли, с этой. Так. Вот так вот она выглядит. Я вам скажу, принты, вот на этой фигурке конкретно, замечательно просто, отлично, я бы сказал, для китайской фигурки напечатаны. Просто посмотрите вот на лицо, да. Вот все ровненько, вот на штанишке его, посмотрите, все прекрасно просто пропечатано. Также имеются аксессуары, как кепочка, вот такая вот, как рация, встроенная в наушники. И вот такой вот классненький бронежилет, очень крутой, мне даже понравился. И кобура с поясом. Давайте его сейчас разденем и посмотрим, какие принты у него на торсе. И сейчас вы просто можете видеть, насколько тут прекрасные принты. И вот даже включу для вас специально подсветку, чтобы вот мы сами все могли рассмотреть. Вот, смотрите, как прекрасно просто напечатано, до малейших деталей все очень классно детализировано, прям вот шикарно, я бы сказал. За этот набор конкретно я могу уже десятку влепить. В принципе, по своим критериям. И вот тут вот просто посмотрите, вглядитесь, ни одного заусенца, все прекрасно напечатано. Может быть вам даже камера не передает это, но вот я смотрю, это у меня вот с наборами такое впервые. Но это что-то непередаваемое. Значит, переходим ко второму нашему вояке. Тут есть, конечно, небольшой минус. Довольно жирно напечатаны глаза с артом. Но, в принципе, минус совсем небольшой для такой крутой фигурки. Потому что вот сразу ноги, вот ноги, чистота вот этого напечатанного принта. У меня даже камера не может сфокусироваться на нем просто. Вот посмотрите, насколько они прекрасно все пропечатали. Это все просто млекнет. То есть тут же есть бронежилет. Кстати, другой, очень прикольный. И та же кобура. Ну и также вот встроенные наушники с этой штукой. И шлем тоже прикольный. И сейчас посмотрим принты на торсике. И вот так вот у него выглядят принты. Это просто что-то с чем-то. То есть он выглядит прям как такой бравый десантник, доброволец прям. С гравированным таким раскрашенным лицом, камуфляжным. Прям очень классно. Очень-очень классно. И сзади вот принты тоже четко напечатаны. Если бы они, конечно, еще на руках научились принты печатать, этого было бы... Это было бы вообще шикарно. То есть я им бы им вообще 15 баллов из 10 поставил. Это просто что-то неописуемое для китайских компаний. Так, дальше мы с вами рассмотрим оружие. Давайте вот так вот. Сейчас мы его поставим и будем рассматривать. Значит, первое, это у нас вот такой вот небольшой пулеметик. То есть, как мы можем видеть, с фонариком, с прицелом, с вот этими ножичками. Кстати, они отцепляются. И с прикладом. Ну, такой миниатюрный, в принципе. Но очень прикольный. Мне нравится. То есть, за него уже, конкретно говоря, можно плюс поставить. Если бы тут был какой-то автомат, я бы не советовал этот набор брать. Ну, а за это... Ну, как бы вы сами видите размеры пулеметов, да? Лучше даже у меня камера сфокусировалась. Посмотрите, какое у него дуло. Какая вот ножки, какие у него. Обоима. Прицел. Просто огромный. Даже по сравнению с мини-фигуркой, он огромный. Ну, это прям 3 балла, наверное, плюсов для самого наборчика. То есть, пока вот на данный момент вот эти два набора у меня на обзоре. Вот этот и вот этот. Одни из самых лучших. А точнее, самые лучшие из китайских компаний. Ну, и давайте рассмотрим, конечно же, построечки. С построечками тут тоже очень все приятно. То есть, китайцы даже на них не пощадились. То есть, вот смотрите, вот видно, допустим, у нас вот тут разрушенное здание. Да, оно маленькое. Но посмотрите, вот единственное, вот тут вот есть небольшой, как бы, так сказать, царапина. Но она не совсем портит всю картину набора. Потому что, ну, там, знаете, как бы, из-за того, что она была вот под этими деталями, под большими, скорее всего, из-за них она и поцарапалась. По-другому, как бы, ну, дефекта изначально я, как бы, не видел. Скорее всего, она просто поцарапалась. Ну, как бы, это небольшой минус совсем. То есть, за это я балл не отниму. Потому что, ну, сам набор, он даже без заусенцев. Без малейших заусенцев. Я за это минус не отбираю. Значит, тут у нас есть и травинка, вот, и разные элементы, и окошечко, вот, как бы, дзод, откуда, как бы, сам пулемет будет стрелять. Ну, думаю, вы меня поняли. И вот различные декоративные элементы. Вот, все, как бы, в миниатюре, но на высшем уровне. То есть, если собрать таких много, можно сделать целую какую-нибудь линию укреплений. Что я вам сейчас таки продемонстрирую. Следующая наша постройка очень, так сказать, перспективная в плане вот этого набора. Я бы вам даже посоветовал вот этот брать. В первую очередь. Потому что тут и большой пулемет, классная мини-фигурка. И также мы можем видеть целых три мешка с насыпью. То есть, это такие ограничительные мешки, за которыми обычно прячутся и стреляют. В войне используют. И также вот такая вот уникальная деталька. То есть, вот такая уникальная деталька листвы. Тоже очень радует, очень радует. То есть, вот смотрите, вместе они прям шикарно смотрятся. Особенно, если вот каком-нибудь там дополнить город или вот какой-нибудь там развалины. Это просто шикарно будет смотреться. Вот, всем советую вот эти наборы покупать. Не знаю, производит ли гениально просто эта фирма только такие наборы. Вот именно эта фирма. Но, если все такие наборы у нее хорошие, то, наверное, это будет лучшая китайская фирма из всех. Ну, на этом заведем итог. Я за этот набор ставлю ровно 10 из 10 по всем критериям. Потому что здесь китайцы не скопировали. Обычно я отнимаю 1 балл за то, что китайцы скопируют. То есть, допустим, там Ниндзяга, Нексанайтс, Старварс, Чима. Ну, Чима уже нету. Царство небесное, так сказать, в мире Лего. Ну, и все в этом духе. Тут же китайцы придумали сами. То есть, в Лего военных нет. Это, конечно, минус Лего. А у китайцев есть. И поэтому это очень большой плюс. Особенно на таком высоком уровне. Китайцы вот, когда умеют и могут, они делают. Вот, не ленятся. За это им огромнейший плюс. 10 из 10 баллов. Ну, на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте видео. Вступайте в группу ВКонтакте. И смотрите. Покупайте только качественные наборы. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok